В Махачкале определился обладатель 10-го кубка по вольной борьбе на призы заслуженного мастер спорта Мурада Гайдарова. В соревнования собрали борцов одной категории до 74 килограмм. В спорт за трофей вступал 21 вольник. Среди участников – медалисты чемпионатов мира, Европы и Азии. Кому достался главный приз, узнавал Курбан Рагимов. Быстро, компактно и уютно. Дворец спорта при стадионе «Труд» принимает 10-й юбилейный турнир на призы Мурада Гайдарова. В последние годы соревнования проводят в одной категории – до 74 килограммов. В этом весе заслуженный мастер спорта добился своих главных побед. За несколько часов можно закончить турнир. Он удобен для зрителя и для борцов самих тоже удобен. Два года не проводили и решили просто продолжить по традиции уже 10-й юбилейный турнир. И постарались вот так его провести. Хорошие ребята, участники тоже приехали. Уже на начальной стадии турнир преподнес болельщикам немало сюрпризов. Во втором круге оступился двукратный чемпион мира Магомед Расул Гази Магомедов. Автор сенсации Мохмад Насырхаев из Хасавюрта также остался без медали. В финал в этой группе пробился призер чемпионата страны среди юниоров Имам Ганишев. А в другой стороне сетки все обошлось без неожиданностей. Обладатель Кубка мира Розамбек Жамалов шел к финалу уверенно, одержав три досрочные победы. Турнир в центре Махачкалы стал для болельщиков настоящим праздником борьбы. Зал заполнен до отказа. Любителям спорта понравился формат соревнований. За несколько часов они смогли насладиться мастерством медалистов чемпионатов мира, Европы и Азии, а также молодых и подающих надежды вольников. Действительно, наш народ, наша республика, посмотрите, столько места не было, смотрели один вес, 74 года смотрели все это, со всего Дагестана болельщики, потому что любят. Я доволен, доволен как пенсионер, доволен как Аксакал, 50 лет, который отдал этому виду спорта. Я хочу вот в таком форме и формате, чтобы проводили соревнования. Формат понравился? Да, формат, очень сильно понравился формат. Никакие споры, никакие разногласия студии, никакие разногласия на ковре. На ковре они были хорошими противниками, каждый хотел показать свою борьбу, красоту эту, а за ковром они уже обнимались, уходили. Праздник удался, хорошие схватки, формат очень даже интересный. В конце рабочего дня, финалы, из-за этого зал был заполнен. А формат такой в голову пришел, я думаю, что, надеюсь, что инициативу перехватят, и в других весовых категориях будут такие же турниры, они в один день проводятся, и удобно. Финальная схватка «Разамбек Жамалов» и «Мам Ганишев» стала украшением турнира. В Хасаюртовском дерби борцы обменивались яркими атаками, но в решающих эпизодах сказались опыт и мастерство Жамалова – 7-4. Воспитанник спортшколы имени братьев Сайтиевых заносит в свою копилку еще один трофей. Хорошо отборолся Ганишево. Ну, я всегда настраиваюсь на тяжелую схватку, ждал тяжелые схватки, чтобы потом не было сюрпризов, поэтому был готов. Все, хорошая молодежь на пятки наступает, поэтому… Ну, я и сам не старый, и все равно, когда такие ребята есть, и бывает стимул тренироваться еще больше. Победителю турнира вручили памятный кубок и главный приз – 300 тысяч рублей. Денежных премий также удостоились и остальные медалисты. Они получили 100 и по 50 тысяч соответственно. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.